Друзья, привет! Добро пожаловать на Кухню Милой Хозяйки! Сегодня печём очень вкусный, простой домашний торт Шапка Мономаха. Нежнейший, мягкий, сочный, пропитанный бисквит. Торт несложно делается, выглядит симпатично. В общем, готовим всё, как всегда, просто и недолго. В описании к этому видео найдёте количество ингредиентов. В первую очередь взбиваем яйца. Они должны быть комнатной температуры. К ним я добавляю сахар. Сначала на небольших оборотах взбиваю до пены. Затем обороты увеличиваю, добавляю ванильный сахар. И взбиваю до пышной светлой массы, достаточно устойчивой. Далее я соединяю разрыхлитель вместе с белками. Можно, конечно, его не добавлять, но на всякий случай, кто не уверен, можете добавить. Всё это аккуратно снизу вверх перемешиваем, так, чтобы сухие ингредиенты вмешались в яйца. В общем, быстро делаем это, чтобы тесто не осело. Круглую форму для выпечки застилаю пергаментом. Только дно, бока ни в коем случае не надо. И сразу же сюда выкладываю всё тесто. Духовка у меня разогрета на 170 градусов. В моей духовке такой бисквит выпекается 35-40 минут. В ваше время может отличаться, поэтому обязательно на готовность проверяйте деревянной палочкой. Она должна выходить абсолютно сухой. Далее даём бисквиту постоять немного в форме. Вырезаем его оттуда и уже вот в таком перевёрнутом виде остужаем полностью на решётке. Желатин, быстрорастворимый. Замачиваю в холодной воде и оставляю до набухания. Готовлю крем. Сметану, желательно жирную, 20-25%. Выкладываю в чашу миксера. К ней добавляю сахарную пудру и ванильный сахар. И всё это венчиком перемешиваю. Взбивать не нужно, чтобы сметана не стала жидкой. Остывший бисквит разрезаем на 2 коржа. Верхний оставляем целым, а нижнюю часть вот так вот просто руками рвём на кусочки. Желатин у меня уже хорошо набух. Его нужно распустить на водяной бане или в микроволновой печи. Постоянно помешивая сметану с пудрой и венчиком, вливаю сюда желатин. И всё продолжаю перемешивать, чтобы была однородная масса, которую выливаю в бисквит. И всё это ложкой перемешиваю. Целый бисквит я выложила на поднос, на котором буду уже формовать торт. Его нужно обязательно пропитать сиропом, чаем, соком, чем угодно. И затем сюда сверху я выкладываю бисквит в сметане. И формую такой конус, как шапочку. Поправляю так, чтобы была такая полусфера. Для украшения буду использовать белый шоколад, который просто порублю ножом. Посыпаю сверху. Также для украшения буду использовать вот такие вот декоративные бусинки. Просто сверху выкладываю их. Можно использовать разноцветные или украшать по своему желанию. Ставим торт в холодильник. Ему достаточно пропитываться и стабилизироваться часа два. Я же делаю это на ночь, а на следующий день уже разрезаю. Вот так торт выглядит в разрезе. Очень вкусный, сочный, пропитанный, нежнейший бисквит. Просто делается. Друзья, выпекайте. Торт подойдёт. И на каждый день он относительно недорогой. Его можно и на буднях испечь, порадовать свою семью. Или испечь на какой-либо праздник. Очень просто и незамысловато. Если вам видео понравилось, поддержите, пожалуйста, лайком и подпиской. Всем желаю мира и добра. Пока!